Эта история была настолько долгая, что я честно не знаю с чего начать. Иногда определенные поступки влекут за собой цепочку событий, где ты знакомишься с определенными людьми, которые становятся тебе не просто друзьями, а целой семьей. Теми, с кем ты готов идти и в огонь, и в воду. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет история под названием Деревня Новичков. Я рассчитываю на вашу поддержку и думаю, что этот ролик достоин вашего лайка. В последнее время моя мотивация немного хромает и из-за этого ролики стали выходить намного реже. И если вы хотите, чтоб папа Чиз был счастлив, то давайте наберем 100 тысяч лайков и тогда новая история не заставит себя долго ждать. Глава первая. Добрый незнакомец. Все началось буквально с самого старта. Я только появился и увидел один интересный домик, в котором я услышал движение. И тут же я решил познакомиться и посмотреть, кто там живет. Да, этот паренек на крыше в броне оказался немного молчаливым, но на мое удивление, убивать он меня не стал. И тогда я решил провести социальные эксперименты, попросить у него немного инструментов. Честно говоря, я был просто шокирован его щедростью. Он мне вынес не только инструменты, но и немного ресурсов. Все, что мне оставалось сейчас сделать, это построить небольшую кибитку неподалеку от него. Да, место здесь было не такое перспективное, но я хотел отплатить этому добрику. Сходу просто, сходу раз дарят доброго персонажа, который мне такие ресурсики подгоняет. Вообще, как идея, я могу тут построиться? Как вы понимаете, эти ресурсы и инструменты ничего не стоят. Тем более, у меня 20 тысяч часов. Вы знаете, как я могу отыграть. Для меня действительно стоящим был его поступок. И за это я хотел его немного вознаградить. Но для начала неподалеку от него я откинул свою кибитку. Так, здесь на самом деле я мог бы засейвить бензопилу и наверное ледоруб. После чего я первым делом побежал искать фармеров, у которых я смог бы отжать оружие. И замечая, как чувак с томиком убивает какого-то челика и даже не собирается его лутать. Скорее всего он подумал, что это бомжара, но бомжара была хитрая и спрятал все деревце, которое нафармил. А я оказался хитрее, ведь я его нашел. А потом я нашел его друга, который пытался убить меня с бушки. Я побежал в ту сторону, куда побежал челик с томиком, в надежде найти его, ведь я хотел выбить оружие. А оказывается, этот чувак уже выбежал голеньким, чтобы подлутать свою жертву. Но мне повезло, что я заметил, как открылась дверь. Отдавать ему столько дерева я не собирался. Я решил воспользоваться гениальным методом сейва. Просто поставить шкаф и закинуть туда дерево. А так как у меня была двушка, я решил попытаться его впоймать. А вот и берданка. После того, как я выбил оружие, я побежал в сторону домика на речке. И встречаю еще одного челика с пушкой. Так, я ухожу. Каким-то чудесным методом я смог оттуда унести свои ноги со всеми пушками. Но на этом мое приключение в одну сторону не закончилось. Я услышал еще выстрелы. Там еще один. Все, уходим. Короче говоря, буквально за 15 минут игры на этом сервере у меня появилось первое оружие. И как я и обещал, я решил подарить берданочку моему другу на изучение, который помог мне на старте. Я считаю, что за добро нужно платить добром. Да, здесь развлечений, кроме того, как фармить медведей и кушать кукурузу, совсем не было. Медведь, ты куда? Постой! Отдай мне свой жирок. Да и скраб тут фармить было негде. Тогда я для себя подумал, что мне нужен еще один домик и отправился в сторону мирного города. По пути же я пофармил себе немного каменных камней, чтобы сразу мог построить кибитку. Чувак с бензопилой сидит наверху. Что, поедет куда-то, нет? Судя по всему, он уже куда-то уехал. Ну, возле аутпоста, наверное, будет очень весело. Да, тогда я еще не предвкусил той боли, которую я вам покажу дальше. Но я был позитивно настроен. Нифига себе, тут рейдят уже. Вы просто на это посмотрите. Какие тут вкусняшечки бегают. Мне очевидно, нужно было тут построиться. У меня уже были ресурсы, поэтому я отбежал подальше и начал отстраивать свой домик, где неподалеку от меня как раз таки взрывали соседа. Мне казалось, что это очень перспективное место. Куда побежал? Ой, там берданчик какой-то. Я начинаю долго следить за этим берданчиком в надежде его впоймать. Но удача сейчас была не на моей стороне. Но ничего страшного, подумал я. Я хватаю двушку и возвращаюсь туда снова. Я убиваю его прям под дверью, хватая берданку. Вот везение. Но тут я замечаю довольно знакомый ник. Аликс, это ты что ли? Подожди, стой. Ёк тудэй, чизин. Нашелся, блядь. Роффлкек ходячий. У нас здесь соседи активизировались. С горем пополам, рейд забрали. Вернули свой. А, это вы рейдили что ли? Да, это мы рейдили. Забрали здесь уже. Отбиваемся как можем. Для тех, кто не узнал этого гражданина, расскажу, кто это такой. Недавно я внедрял шпиона в их команду, и сделать это у меня получилось довольно успешно. Я думаю, вы смотрели видос про шпионов, не так ли? Там выяснилось, что Летми Алекс очень добрый человек, и поэтому я решил не доставать их, а наоборот, примкнуть к их дружной деревне. Ведь там играли, мягко говоря, не самые сильные игроки. Смотри, ты можешь мне зеленку, в принципе, наверное, кинуть? Офигеть просто. Если что, иностранца мы тоже добавили в нашу дружную зеленку. В эту же минуту я слышу, как неподалеку от иностранца рейдятся челями. И как вы знаете, для меня это вызов. Три типа рейдят. И одного или двоих убил. Теперь двоих. Теперь троих. Я даже и не представлял, с какой стороны приходили эти ребята. Поэтому, как мне тогда казалось, я принял самое правильное решение и прыгнул в воду. Но не тут-то было. Они меня заметили. Помогите кто-нибудь! Неужели я смог уплыть оттуда? Мне нужно было как можно скорее отхилиться. И в какой-то момент, я понимаю, что мне было суждено здесь умереть. Я замечаю, как ко мне плывет лодка. Я снова к ним прибегаю и пытаюсь их перехватить, понимая, что все ресурсы еще в них. Я убиваю одного и начинаю стреляться с другим. Но все меняет чувак, который выходит из-за куста. Да уж, они не дали мне утащить ресурсики. Но уже в этот момент я знал, как им немного отомстить. Пока они занимались улучшением других шкафов, я решил застроить их шкаф, который был полностью открыт. Я знаю, что bara focalтало. Что делается? Я знаю, что случилось. Я знаю, крушу. Короче говоря, я им самую малость испортил их территорию. И меня такой исход вполне устраивал. И теперь в ближайшие полчаса их выглядели примерно вот так. О, какая работа веселая у них. Ну а я решил не терять свое время, наблюдая, как они долбят стенку. И побежал заниматься своими делами. Я хотел подлутать немного скраба на изучение и отстроить свою кибитку. Формлю я, значит, бочки, которые находятся в мирном городе. И замечаю, что кто-то кинул соплю. И сказать честно, желающих забрать ее было очень много. Но вы же знаете, кто тут самые быстрые руки на Диком Западе. Честно говоря, я не знаю, как среди такой толпы я умудрился вытянуть две пушки. Но это было только мне на руку. А деревенских жителей постоянно прессовали соседей ру в кемпере. И я понемногу пытался им помочь. Один готов. Таким образом, в моем домике появилось очень много различного оружия. Уф. А еще совсем неподалеку от меня я заметил один очень странный домик. И вы посмотрите на его витрину. Ха. У него проем соломины. Я знаю, что я сейчас сделаю. Я услышал, что внутри у него плавятся печки. А это означало только одно. Что рано или поздно он явно захочет выйти на второй этаж. Думая, что он в безопасности. А там буду сидеть уже я. Мне пришлось простоять здесь очень долго. И в какой-то момент меня чуть не спалил Алекс. Ты кого дипнул-то? Но он быстро понял свою ошибку. И ушел отсюда по-тихому. Стал добывать дерево, привлекая внимание хозяина. И тут очнулся он. Офигеть! Слышь, это что такое? Пойду-ка домой это отнесу. Ха-ха-ха-ха-ха. Просто избавился от соседей. Я перенес все к себе домой. И стоя у себя, я услышал, как хозяин пытается вернуть свой домик. И честно говоря, мне стало его жаль. Я решил с ним поговорить. Эй, мужчина, что ты тут делаешь? Мужчина, ты шкаф пытаешься разбить? Да, я сам справлюсь. А что, вы новички, что ли? Да, я говорю, мы вообще типа у нас 20 часов. К нам типы заскочили, а мы забыли замок на шкаф повесить. Ну, давай помогу чем-то разбить. Да, я говорю, мы просто типа понял. У меня тип вообще почти не заходит. Я хотел поставить типа прочную стену, чтобы просто было выглядывать. А за столомином вообще не знал, типа, что ее разбить можно. Ну, пойдем. Блин, там у меня чувак с деревни поставил шкаф. Я бы тебе просто открыл его. Ну, на замок на шкаф. Я думал, тут какие-то иностранцы живут. А потом Ник увидел. Паша Мерседесный. Короче говоря, я решил провести ему работу над ошибками и помочь выбить шкаф. Только дверь закрой, а то мало ли нас убьет. Так, смотри. Давай я по-другому чуть-чуть. Блин, а что вы как-то странно поставили на самом деле? Ну, давай чуть-чуть просто перестройку вам покажу. Давай, это просто игра, это первый сервер, на который мы зашли. Типа, это вообще первый раз мы играем, считай. Короче говоря, мне стало жаль этих новичков, и я решил провести им небольшой ремонт. И, скажем так, самую малость обезопасить его домик. Погоди, а с чего ты это подставил? С металом, типа, или... Не, это каменная. И знаете, как проще простого узнать, новичок игрок или нет? Заставьте его подниматься по лестнице. Я решил полностью восстановить его домик и обезопасить второй этаж. И провести ему, скажем так, работу над ошибками. Чтобы в следующий раз его больше никто так не дипнул. И, честно говоря, я представить себе не могу, как тяжело играется новичкам в этой игре, тем более на таких серверах. Поэтому таким ребятам я стараюсь в основном помогать, что и советую делать вам. Все мы были когда-то новичками, не так ли? Ресурсы, которые я у него забрал, я ему, кстати говоря, вернул. А свой домик мне пришлось укрепить. И сейчас вы узнаете, почему. Я просто уверен, что у каждого из нас был такой хороший сосед, который любил посидеть на вышке и пострелять с болта по твоим дверям, даже если ты из них не выходишь. А как только ты надумаешь выйти пофармить, по тебе сразу прилетает это. И потом снова. И снова. И даже когда ты уже мертвый, по тебе все равно прилетает. Да, с этими рувкемперами, короче, смысла вообще не драться. А самое забавное, что в моменте они вдвоем сели на вышку и просто пытались меня не выпустить из дома. А еще два его друга сидели у меня под домом и лутали все, что они навыбивали. И вы просто гляньте на его прекрасный ник. Мне кажется, он сам себя охарактеризовал, не так ли? И тут у нас началось долгое и увлекательное противостояние с этим рувкемпером. Он контрил мои двери, а мне приходилось придумывать, как выходить из дома. Ой, а что-то не получилось, да? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Уже сейчас я был просто в восторге от того, что происходит. И понимал, что скорее всего, мне нужно отсюда переезжать. Прекрасная игра, когда у тебя соседи приятные люди. Одни из самых лучших. Но хорошо, что так думал не я один. Деревенских жителей тоже задолбали постоянные пострелушки с крыши на крышу. Я вообще изначально хотел возле этой новой РТ-шки поселиться. Попробовать я еще и ни разу не латал. Ты понимаешь, что мне пришлось эту хуйню построить, потому что это кобздец. Ну короче, варик только переезд, потому что здесь ну очень скучно. Ну это да. Короче говоря, мы вместе с деревней решили переехать подальше с этого места. Оставалось найти самое подходящее, где мы смогли бы всей деревне и сразу поселиться. Это что, дом моих деревенских жителей, что ли? Нифига себе имба. Hello, hello. Что, переехали, да? Хайфуете? Ну да, да, вот. Вот, пока, да, обустраиваемся. Блин, вот тут вот место, да, сразу вот просто пушка. Да, мы поэтому и выбрали это место. Вот это вот, вот там дружелюбные американцы, ну и европейцы, и вот там. А вот там тоже сидящий на крыше. Я хочу выдолбить ему турели. И врастие так всегда. Когда ты переезжаешь в другое место, тебя будет ждать абсолютно новая история с другими противниками. Пока переносить ресурсики с моего домика смысла никакого не было. Так, что меня ждет на этом острове? Точнее, не на острове. В этой местности. О! Пробегая возле нехороших соседей, про которых говорил Let Me Alex, я увидел, что у них, скорее всего, сел аккумулятор. И мы всей деревней решили выдолбить эти турельки. Заодно забрать оттуда питончики. А чего у него все турели выключены? Не знаю. Ща еще копье скрафчу по бырику, ему четыре турели-то отремонтируем. Забирай, забирай. Отремонтировав все их турели, я побежал искать фармю. Потому что фармить самому, это такая себе история, как вы понимаете. И замечаю, как два типа на маяке перерабатывают компоненты. И один из них был очень сильно заряжен. Он был в топ-сете с калашом. И по счастливой случайности, жители деревни захотели тоже переработаться. У нас был шанс их немного ограбить. Один готов. Эй, выходи. Ооо, нифига. Вот внизу. Я забрал Томпсон. А где второй, слышишь? Я ухожу, короче. Я не стал долутывать всех, кого здесь убили. И просто уношу отсюда ноги. Такой старт меня вполне устраивал. Тем более, чуть позже я нахожу какой-то заряженный домик, который мог бы себе приватизировать. Ооо, мне нравится. Смотри нафиг в шкаф. Это у типа с перераба было. Нормас, да? Типы поформили вообще жестко. Ты эту пятку давай на бочку. А то... Честно выбирает пятка. А ну, бьешь. Э, питон тогда тоже. Питон сюда положил, как бы. Жулик. За скамейк хотел, да? А, там еще они пришли второй раз в физике. Да? Блин, там на маяке говорят враги. Но пушить маяк... Опасная история. Тем не менее, я хватаю калаш и отправляюсь в сторону маяка. Я видел, что там был деревянный мостик, по которому можно было сократить путь. И натыкаюсь на одного из типов. Ты ж екарный бабай. Чуть не умер. Оказывается, что здесь обитал какой-то клан. И именно с них мы выбили этот скраб. И скажу вам по секрету, кланов возле нас было очень много. И вы просто гляньте на эту махину. Да, уже сейчас я понимал, что тут нас ждет очень много разных событий. Кто там стучится? Я. Слышишь, у меня есть тебе выгодное предложение. Какое? Две тысячи скраба на ресурсы. Мне верстак нужен, у меня ничего нет. Я даже ничего не изучил. Аликс попросил у меня скраб, чтобы обезопасить свою территорию путем изучения турелей. А, нифига себе. Жирно, жирно. А, ну все тогда. Спасибо. Отличная сделка. Уф. С появлением второго верстака я решаюсь появиться в своем старом домике и забрать оттуда все, что мне было нужно в новом месте. Ведь возвращаться к Рубкемперам я не собирался. Пора отсюда сваливать. Да, путь с мирного города меня ожидал длинный. Но хорошо, что никаких приключений по пути я не встретил и спокойно дотащил все основные ресурсы. Это, конечно, вопросик. Куда мне все это впихивать? Плютры, это еще дерево. Блин, у меня нету столько. Я вот сам хотел тебе предложить дерево пофармить. А, кстати, у тебя есть такая темка, смотри, красивая? Вот такая. Не, я бомж, бомж я. Ну ты капец. И если вы тоже не смогли себе позволить купить новые скины на дом, то обязательно поставь лайк и напиши коммент, и я разыграю пять штук среди подписчиков. Вот внутри он вообще офигенно выглядит. Вот просто бомба, смотри. У меня глаз выпал. Подожди, я подберу сейчас. Да не, кайфово, смотри. Я вас заскамил, танцуйте, и тогда я вас выпущу. Давайте, песни поете. Давай, Токсик, пой песню ему. У вас есть камни, давайте дуэль. Давай. Э, это фальстарт был. Да уж, играть с этой деревней было одно сплошное удовольствие. Тем не менее, мне нужно было поизучать расходники и заняться важными делами. Ведь у нас появился сосед Руфкемпер. Сейчас будет супер кислотный дом. Кстати говоря, у нас появился кабан по кличке Шарик, который отгонял плохих бомжиков. Беги, Шарик, беги. И вы просто посмотрите на эту красоту. Это явно был самый незаметный домик. Надо еще много домов. Деревню, надо много домов. Ну так, конечно. Надо забором огородиться, как надо красиво сделать. Фармю надо отправлять. Чуть позже к нам подбежали иностранцы, которые тоже жили в некой деревне. И они предложили нам небольшой мир, чтобы мы не убивали друг друга на этом острове. Окей, я могу переводить, что ты говоришь. Окей, очень быстро. Мы просто хотели дропить эти ноты. Они содержат листу наших именов, чтобы мы не убивали друг друга. Если бы вы тоже могли дать нам листу твоих именов, это будет очень круто. Но мы имеем проблемы с тем, что нашим именем. Вот, возьми за скринь. Вот, это его ники. Это ники всей его команды. ВИЛЛИДЖ! Ээээ, более как вилледж. Ты хочешь быть парком? Да, вилледж тоже. Вилледж. Они оказались вполне дружелюбными ребятами. Да и тем более, если они сами предложили нам мир, то грех отказываться, как говорится. Чуть позже я расставил небольшие таблички, чтобы новенькие игроки понимали, где здесь король, а где здесь Алекс Фармер. Кинь, Алекс Фармер. У нас прям палить не надо. Соседи очнулись и начали вовсю отстреливать деревенских жителей. Мне нужны были веревки, чтобы скрафтить лестницы. Именно поэтому я отправился лутать воду и попутно выполнять квесты. Рыбак просто. Ну а в воде очень часто попадались такие же фермеры, как я. Да и честно говоря, лутать скрафт нам было просто негде, кроме воды и маяка. Тем временем, жители деревни потихоньку добывали дерево. Но наши соседи постоянно их убивали. И поэтому мне пришлось их прикрывать. Надо к нему залезть. Соседская любовь. Наконец-то у меня появились лестницы. И теперь я мог проворачивать грязные делишки. Ого! Хорошие соседи, хорошие! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Честно говоря, я не знаю, что происходило на их территории. Но по ощущениям, помимо меня, их тоже кто-то доставал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Забавный факт. Когда ты забираешься на крышу соседей Рувкемперов, странным образом на нее они больше не выходят. Пока ловить там было больше нечего, я занимался своей территорией. И попутно мы думали о том, как зарейдить наших соседей. Ну нам нужно серу фармить. Нам же надо зарейдить соседей сегодня. А ты фармишь? Я вообще жесткий фармер. Смотрите, покажу. Заходи. Ага. Косарь серый есть, детство? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Блин, я забыл! Жулик, да-да! Ну я ж так и подумал, что у тебя где-то, блядь, гантрап засранец, блядь, стоит. Хо-хо себе, 4к сер! Мажор! Потом к нам подбежал молодой паренек с припиской клана, который постоянно сидел на крыше. И судя по его рассказам, они его кикнули, и он захотел поселиться у нас в деревне. Это тот плохой сосед, который там на крыше сидит? Да, это она та х**а, которая сидит на крыше. Да, это да, это да, это да. Нет, это не мы, это не мы. Это мы их дипали. Я плаклю еще, не знаешь, что плаклю еще. Не знаешь, что плаклю? А, ну они реально дипали, слышишь? Да, мы дипали сидели у них там. Но самое забавное было наблюдать за их разногласиями. Алекса и этого пацана. Че нет? Нет, блядь. Да я... Ты в один, в один, в один, в один... А, ты этого не видел, да? Рэй, он тупо одним ударом лет мне Алекса свалил с камня ножек. Почему Алекс на него был так зол? Ответ прост. Ранее он был замечен, что играл с теми ребятами, которые по нам постоянно стреляют с крыши. И мы решили ему устроить небольшую проверку. То есть, если он действительно играет с этой командой, то КПП он по-любому смог бы открыть. Давай дальше. Вот, давай вот это. Проверку он прошел успешно. В этот день мы действительно планировали немного поформить, чтобы наконец-то выселить наших соседей. Для этого я скрафтил Алексу самый топовый костюм. А ты когда успел так накачаться, Алекс? Ты видел свои кубики пресса? Нет, не видел. Я только поел. Видно, кубики от еды выросли. Папа-качок. Вот это для тебя костюмчик, честно. И только мы собирались пойти поформить немного серки, и как вдруг я замечал проплывающий мимо Наскарга. Нет, там нет людей, слышишь? Быстрее, быстрее. Там ботики, ботики стоят. И естественно, мы решаемся его забрать. Ведь там можно было поиметь очень много хорошего оружия. И не успевая я залезть, как вдруг за мной отправляется погоня, и мне явно нужно было с этим что-то делать. Ты живёшь, ты живёшь! Ты живёшь! Так, Алекс ещё живёшь! Так, Алекс ещё жив! Мы полностью зачистили корабль. Оставалось только его удержать и забрать все ящики, которые тут заспавнились. Ну, две МПшки, две МПшки, калаш. Ещё калаш и болт. МВК-дверь. Сишки, СНГшка. Сишка? Две. Две Сишки, нифига, слышишь? И только мы собираемся уплывать с карго, как вдруг зависает сервер и просто вылетает. Естественно, Алекс зайти быстро не может, потому что у него компьютер не такой мощный. А после рестарта к нам на корабль залетают коптеры. И ребята, скажем так, там были очень залутаны. И тут я принимаю самое верное решение. Залутать Алекса и как настоящий мужик просто взять и свалить отсюда. Ну ты, может быть, выживешь еще и успеешь в воду прыгнуть. Как вы понимаете, чудес не произошло и Алекса там убили. Но тем не менее, основные ресурсики я умудрился засейвить. Вот МВК-дверку я себе бы одну взял. Дальше начинается самое интересное. Я отстраиваю свой гараж и никого не трогаю. Как вдруг к нам прибегают агрессивно настроенные соседи, которые убивают моих жителей деревни. Одного убил. Надо калашиста убить. Окей. Убил вам. О, тут кайф! Убил вам. Убил вам. Всех убил. Я очередной раз бегу, чтобы поформить дерево. И вдруг замечаю, что они всей своей толпой выжигают один наш домик. Меня убили. Дал гранату им. Одного убил. Одного убил. Я валяюсь. Один минус. Второй минус. Я двоих убил. Деревянный домик нам спасти не удалось. Но я понимал, что сегодня ночью мы устроим им свое возмездие. Нам походу надо забор вставить, потому что это не дело. Впереди нас ждал самый увлекательный контент. По их счастливым лицам можно было понять, куда мы отправляемся. Не все жители деревни отличались интеллектом. Познакомьтесь, его зовут не токсик. И он видел, что с этой буферки нельзя будет выбраться. Но он все равно сюда спрыгнул. Ну а тем временем, пока мы фармили камушки, у нас поселился какой-то паразит, который убивал других жителей. И я знал, что с ним можно сделать. Те, кто разрешал тут строиться, пошел отсюда. Все, отойди. Все, дал. Я ему написал, хом. Интересно, он тут встанет? Георгий Осовик. Все. Будем ждать, когда он появится. Теперь у нас появилась клетка, в которую мы сажали всех нарушителей. Сейчас лет миаликс будет вас судить за все ваши грехи, которые вы совершили. А я ничего не делал. Ребята, сборы. Вы обвиняетесь в совершении убийств своих тиммейтов. Что вы скажете в свое оправдание? Такого не было, такого не было. Это мой двойник делал. У нас есть доказатель, что вы врете, молодой человек. Это все неправда. Это, 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 это оплошность. Также, за то, что вы врали в суде, вам предстоит наказание. Я выношу ему приговор за то, что он мешал нам играть и бегал постоянно под домом у нас. Приговор. 10 тысяч дерева нафармленного. Что за что? После оглашения приговора он отправился спать. А завтра по приходу он был обязан просто отформить эти 10 тысяч дерева. Жалко этого добряка. Турецкие подарки. Наконец-то у нас начала плавиться серка. Мы готовили зарейдить один домик. И вот, пробегая возле него, я замечаю, что на скале строится рейд-кибитка. Рейд-кибитка с турелью. Сейчас рейдить будут типов, которые на Y3. Офигеть, тут 5 человек сейчас их рейдить будут. Скоростные ракеты кто-то умеет делать? Ямы скоростные, да. Не теряя ни секунды, я возвращаюсь в деревню, чтобы собрать побольше ребят. Мы должны были хотя бы попытаться отжать у них ракеты. И готовьтесь к жесткому файту. Забирать это надо 100%, потому что, ну, там ракеты. Одному много дал, но они, они с берданками, это не страшно. Что, мы обходим их или напрямик? Не, напрямик мы не пройдем. По мне стреляет кто-то с глушителем. Убил одного. Один фул дает. Мне, мне голову дали. Меня слева убивают. Где калашист? Одному дал много. Отойдите, отойдите. Короче, мы сейчас со спины зайдем. Круг сделаем большой. С окна, с окна, с окна, с окна. Корова сюда летит. Прямиком сюда летит. Там три типа. Я беру ракеты и делаю огроменный круг, чтобы они меня не заметили. И в моменте понимаю, где эти ребята живут. Я пытался максимально незаметно подкрасться, но они меня все равно спалили. Ну все, меня спалили. Сейчас будут с окна контрить жестко. Один минус. Да, идти рейдить эту кибитку было просто сумасшествие. Мы понимали, что шансов у нас нет. Я отношу все ракеты домой, беру с собой лестницу и пытаюсь штурмовать кибитку, чтобы залезть к ним на крышу. Но в моменте я замечаю это. Тут турель стоит. Найфига смотрят. Тут турель стоит. Меня сейчас окна убьют. Вот тачка их едет. У них, оказывается, есть машина. Так еще и с ящиком. Было очевидно, что они именно на ней перевозят свои ресурсики. И тогда у меня появился план. А зачем нам лезть на эту кибитку, когда можно перехватить машинку? Все, Алекс, я тут. А, я нашел, где тачка, слышишь? Алекс, дай этот какой, дай базуку, я ему сейчас... У тебя одна там скоростная? Один зашел. Второй зашел. Убил твоих ракеты. Тут куча лесов. Забирай. Забирай, просто уходим. Забирай второго. Ты забрал? Просто уйдем, просто уйдем, просто уйдем, слышишь? Забей, просто уходим нафиг. Они вас пушат, они вас пушат с моей стороны. Я знаю, 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 уходим, уходим, уходим. Алекс, Алекс, за мной, Алекс, за мной. Четыре типа бегут за вами. По воде, по воде, по воде уходим, Алекс. С моей стороны аккуратно. Я вижу, 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 вижу. У меня подводного костюма нету. Дай ласты, дай ласты, Алекс, скинь подводу. Или у тебя много лесов? Скинул. Нет, его не лады. Да, второй был пустой. А он встал? У этого типа 600 нефти, 18 дизельных бочек было. И вот мы уже практически переплываем эту реку, как вдруг убивают Алекса. Но все основные ресурсы были у меня, и его ласты меня чудом спасают. Вот это кайф, слышь. Мы лесов кучу забрали, я 18 дизеля забрал, слышь. Наше ограбление прошло успешно. Оттуда мы вытащили очень много различных ресурсов, которые нам точно были нужны. У нас появилось довольно много крупных противников, поэтому нам нужно было скорее огородиться забором и обезопасить наших деревенских жителей. Ну а теперь самое интересное. Для вас это будет буквально несколько секунд. А для нас, чтобы все это провернуть, нужно было нафармить огромное количество дерева. Кстати говоря, мы забрали не только свои домики, но еще и оградили соседа-иностранца. Конечно же, с его согласия. Эй, бро, вы живете здесь? У меня есть вопрос. Да, это я, смотри. У меня огромное дело для тебя. Мы нужны хорошие компоненты. И ты хочешь в компоненте? Ты хочешь оставаться в компоненте или в университете? Я могу оставаться в университете. Окей, но ты можешь помочь мне. Потому что я не имею в течение того, что я не имею в университет. Ты нужна для того, чтобы поставить дерево в университете. Ох, как же нам пришлось этой ночью запотеть, чтобы полностью огородить территорию и расставить везде шкафчики. Все жители деревни максимально устали. Мы играли больше 20 часов. А еще Алекс полностью мне доверился и даже дал пароли от своего домика. И вы просто посмотрите, какая здесь атмосфера. Он действительно запотел и сделал все максимально красиво. Тем не менее, у нас на сегодняшний день оставалась последняя задача. Помните, я говорил то, что мы отомстим нашим соседям-руфкемперам? Так вот, мы собирались сделать им небольшой ремонтик. И нет, мы не собирались рейдить их основной дом. Мы хотели взорвать ферму и повесить там свою фотографию, чтобы они знали, с кем они связываются. Алекс, держи. Алекс, бери. Поехали. Все, готовы? Поехали. Операция подсер соседей. О, реально шкаф. О, это рай. Хватайте нафиг. Хватаем, хватаем. О, синие ягодки. Воруем, пока они спят. О, так знаете, что давайте сделаем? У вас есть киянка? О, блин, Алекс уже спер аккумуляторы. Жулик. О, я насосы забираю, чуваки. Забираем бочки и насосы, все забираем. Авторизуйтесь все только в шкафу. Я им даже немного камушка принес на содержание. Прикиньте, я добрый. Давайте раз, два, три и все лайк прожали. Кайф вообще. Давай еще раз, лысый опоздал. А фоточки мы им оставили прямо на входе, чтобы когда они зашли, они видели прекрасное произведение искусства. А ферму мы им беспалевно застроили. Ну как беспалевно? С новыми скинами? Но я думаю, они в принципе их не заметят. И после этого мы со спокойной совестью отправились отдыхать, зная, что в этот день мы сделали абсолютно все, что могли сделать. Следующий день начался максимально странно. Как сказал мне лет ми Алекс, наши соседи оценили подарок, который мы им оставили в ферме. И чтобы нам отомстить, они наняли фармил, которых ребята сразу решили выселить. Бустанин, бустанин наверх тоже. Ой! Бер, 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 высадил, высадил, высадил. Тош. На крышу поднимаются. Я сейчас кину метку. У них ничего нет. Ну конечно, корову мы им оставлять тоже не собирались, поэтому сразу ее взорвали. Так, первая есть. По мне стреляет. На, в окно ему. Пойдем отсюда. У них на это, конечно же, самую малость пригорело. Он почти попал. Чуть позже зашел паренек, который должен был отработать 10 тысяч дерева. И не поверите, все это время он ждал меня в клетке. Пор или камушек? Это бензотопор. Принесу 10 тысяч дерева, как и нужно было. Значит, пенсот готова. А ты у нас на территории, да? То есть у тебя домик же... Да. Да, я живу у вас на территории. Помнишь, я в той деревянной хате был? Меня зарайдили. Ой, меня сгнила хата. Пароли ты, судя по всему, не знаешь от ворот. Да, конечно, не знаю. Мне не говорили никто. За период. Ну все тогда, получается, вы свободны? Пойдем за мной. Я дам пароль от ворот. Этим же временем к нам все чаще и чаще приходили соседи. Они даже поставили свой шкаф, чтобы попадать к нам на территорию. Они играли по самой рабочей тактике. Двое сидели на крыше и трое бегали под забором. Давай, если что, у меня тут спальник, я подбегу. Ах ты этот. Молодцы, он, наконец-таки. Только записку выкинь. Сегодня у нас были колоссальные планы. Для начала нам нужно было нафармить, чтобы наконец-то избавиться от наших соседей. Но когда я добрался до МВК карьера, я нашел еще одну цель. Какой-то огромный клан полностью его застроил. И я просто был обязан найти туда лазейку. Практически каждый день они его запитывали. А как вы знаете, МВК карьер это очень прибыльное место. Наступила ночь. Я пытался рассмотреть как можно ближе весь карьер. И в какой-то момент прибегает хозяин и открывает мне дверь в кибитку. Она оказалась полупустой. Но лут мне был не нужен. Мне нужно было выяснить, как устроен их карьер. Пока была ночь, я просто сидел и наблюдал за типом, который там бегал и постоянно открывал двери. У них вот здесь проведены турели. Я вижу электричество. Это обычная дверь, но к ней не пробраться. Тут гаражка стоит. Там много электрики. И значит с той стороны у них ровно то же самое где-то. Да, карьерчик их выглядел очень привлекательно. Но нам пока что он был не под силу. Да и планы были у нас немножечко другие. Мы нафармили достаточное количество серки и она уже была на плавке. Тем же временем я пытался разведать обстановку и посмотреть, куда лучше всего будет рейдить наших соседей. Раз турель. Два турель. Три турель. На крыше турели у них нет. Так, один из них спит. Это дом походу с опенкором? Да уж, как же красиво с высоты птичьего полета выглядела наша деревня. Если честно, если бы я играл в соло, то я бы по-любому попытался подоставать ребят, которые тут живут. Также меня заинтересовал клан, который мы ограбили. База у них выглядела очень привлекательно. Так, понятно, у этих типов тоже опенкор походу. Да, эта база была явно крепче. Поэтому начинать нужно было с малого. А еще у ребят появились подозрения по поводу новеньких школьников в нашей команде. По их информации, один из них постоянно запускал какого-то колывана, который убивал наших жителей. Я одного бомжа убил, но не факт, что это он был. Так, вот это китайский, ну это РРК походу формирует дерево. А, Снот и Колыван, я понял. А ты знаешь, кто такой Колыван? Нет, первый раз слышу. Нет, да, я просто видел, ты с ним общался. Можешь, пожалуйста, 400... Я? Ну, ты его впускал в ворота. А, да, 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 он-то похотел с нами играть точно. А кто это? Ты его, ну, первый раз видел? Я, я, да, я первый раз, второй раз он сказал, типа, что новичок, я могу вам пофарить, но я не знаю, типа. Мы его впустили, ну, я не знаю, решайте вы сами, понимаете. Все было максимально странно. В нашем городе постоянно появлялись какие-то шпионы, которые пакостили. Мы готовились к рейду. Тем временем, пока мы все крафтили, разборки продолжались. Блин, ну, короче, Кван, вот, вместе с Калаваном бегал Куик вот этот вот. Я сейчас у Малого спросил, типа, кто такой Куик, он сказал, что это какой-то тип, который что-то в клан присоединился, короче, что-то наплел. Возможно, возможно, я, конечно, не уверен, то, что вот этот тип Малой у нас, вот с тем кланом, типа, в союзе. Может быть, поэтому я специально его, ну, скаблю. Я сейчас, подожди, секунду, я ему позвоню. А ну, позвонишь. Этому типу, который, безагрессимо. Ну, оно может быть, может быть и так, а может быть и нет. Вот я даже могу тебе запись найти эту, показать, как он в доме их убивал. С одной стороны, он говорит, как бы, правду, то, что... Я вчера сам видел то, что он убивал их, ну, они его кикали, получается, понял, из клана, и он их убивал внутри. Не давал им выходить на крышу. И они его потом убили внутри в доме. Не знаю, я послежу сейчас за этим пацаном, но... И все остальное время я стабильно следил за этим пареньком. Мне было интересно, что он будет делать. Ну, он вроде ничего не делает. Фармит, что-то делает, занимается. Ну, посмотрим. Он был очень подозрительный, да и тем более впускал каких-то рандомных челиков к нам на территорию. Но пока что, у нас не было улик. Так, кому нужна одежда, подходите ко мне. У наших ребят просто не было брони, поэтому я им скрафтил самую лучшую. Это армия качков, и посмотрите на ваш пресс. Нифига у тебя кубики. Я все, я готов к рейд, с топориком. Тартар, хватай. Да, те ребята еще не знали, что нас лучше не злить. Наша армия стальных яиц была готова к выселению соседей. И сейчас мы отправляемся в путь. Качки, вы готовы к драке? У Алекса самые мбовы просто. Собереченный желток на лбу. Надо распределить задачи. Кто просто будет рейдить, кто прикрывать, а кто будет контролить подход. Иначе в этой сране, богодельне, мы 8 человек обсираемся, а здесь человек 12 будет. У Алекса был боевой победный настрой. Он знал, что мы выиграем в этой битве. Пока все собирались, я решил разведать обстановку. И, кстати говоря, хозяева были в онлайне, и они знали, что мы придем. Первым делом мне нужно было расчистить путь и поставить их на КД, чтобы они не смогли дефаться. Я там двоих типов на КД поставил только что. Один минус. Еще есть. Убил его еще раз. И несмотря на то, что турели у них были выключены, их тоже нужно было разбивать, чтобы не оказаться в ловушке. Все, турель минус у них. Так мы можем... Реально, берите ракеты, погнали сейчас зарейдим их. Влечили, да. Пока они тут не переносят ничего, вообще изи. Ребята занимают позиции, мы с Алексом берем ракеты, и начинается хаос. Все, let's go. Надо будет верхнюю тоже дверь бахнуть, чтобы вострел к нему залезть. Отойдите, отойдите от КПП. Мы КПП бахаем. Следующая. Дал дычку, упал. Отстрел. Убил его, у вас стреляет. И одну в отстрелу я сразу пульнул. На дверь. И одну снизу надо пулять. У них турели могут быть на первом этаже. Открыл дверь. Дверь добахивай тоже снизу. Я... Металл и МВК, чтобы дамаживаться. Гантрап, выбивай. Еще ракеты нужны. Ты бахай. Еще есть ракеты? Тащи ракеты. Тут 50 экспы есть, 50 экспы есть. Я забрал. Металл есть. Надо шкаф... Отойди, шкаф надо добахать. Сколько их? Ай, зашел опять в дом. В дом за 5 зашел. Куда здесь все денется? Нас могут закрыть. Двери открывают. Знаю, где он. Да уж. На самом деле мы рассчитывали на то, что здесь будет жесткая битва. Но мы их пронесли без единого шанса. К нам помимо них приходил клан, который жил неподалеку от нас. Помните домик, который я показывал? Ну мы с ними тоже справились. Короче говоря, с этого рейда мы были в колоссальном окупе. Мало того, что мы поимели огромное количество ресурсов, так еще и избавились от назойливых соседей, которые постоянно к нам приходили. Тем же временем все догадки по поводу того шпиона подтвердились. Судя по всему, он сливал информацию о наших действиях. И поэтому было принято решение загнать его в клетку. И дальнейшую его судьбу мы хотели решить с помощью голосования. Что вы тут делаете? Бедного пацанчика напрягает. Для меня просто... А, за что? За что? Там единственное, у меня только строка серы, которую я фармил, пока вы рейдили. Давай, смотри. И вот инструменты, иди, что я подсусал. Так я просто, я только подсусал. А меня не выдал, да, пока я тут? Не, просто стой, сейчас соберем. Алло, здравствуйте. Подходите сюда, судьба РБК будет решаться. Подсудимый РБК находится в клетке. Можете все высказать, что вы думаете о нем. Здравствуйте. Вот, второй. Пойдем еще один. Тебе тоже туда, в клетку. К своему другу. Дорого Сударыш, что я вам сделаю? Да просто к другу зайди. Подождите, подождите. А что я вам сделаю? Да сейчас к другу зайди, мы будем это, решать вопросы. Ну, так а я что сделаю? Дженни, come back. Я буду жить в вашей деревне, не надо меня трогать. Сколько ему давать шансов? Вчера давали, позавчера давали, сегодня даем. Все, задавайте ему вот интересующие вас вопросы, мы его выслушаем. Почему убивал своих на рейде? Вот, почему убивал своих на рейде. Короче, какие у вас к нему претензии? Вот, каждого по очереди. Он меня убивал все время, умоляю в претензии. Я могу стать небольшим адвокатом его. Я считаю, что его просто нужно добавить зеленку и дать ему испытательный срок. В виде фарма серы. Я, конечно, пытался убедить ребята ставить его в нашей деревне, но они ни в какую не соглашались. Они решили его изгнать. А я забрал ход-лог тогда. Ау. Алекс, что ты сделал? Да зачем его убили? Кто? Я тут, я, я сказал, на. За проступки одного человека мы не стали изгонять второго. Ведь он вел себя достойно и никому не мешал. Возможно, это было рисковое, но мы поступили по справедливости. На этом сегодня мы выполнили как минимум две важные задачи. Избавились от соседей Рувкемперов, которые намешали играть, и от шпиона. Пятая глава. Паразиты. Ох, как же много ждало испытаний нас впереди. Вы не представляете. Вот мы появились на МВК карьере в надежде найти потайные лазейки и понять, как туда можно проникнуть. Мы хотели их как-нибудь обворовать. Эй, давай ты меня пустяни. Смотри, видишь, витрек стоит? Вот под этими окнами находятся у них аккумуляторы. Магазин справа стоит. До магазина была всего одна стенка, и там лежало две тысячи МВК. Но пролезть к нему так просто не получалось. Там стояла турель, которая моментально тебя убивала. На. Но, естественно, уже сейчас у нас был план, как от нее избавиться. И если вы думали, что название главы охарактеризует нас, то вы сильно ошибаетесь. У нас в деревне появились паразиты, которые просто не давали нам играть. Она сидит просто за бород. С пешкой. Жабель с берданкой. Я не могу, сука. И пока папочке Дмитрия не было дома, они издевались над всеми. Мне так охуяется. У нас говно в деревне. Какая-то и б***ь занимаетесь. Забавно, как они с бомжом справиться не могут. Короче говоря, после того, как мы разбили турели, я принял решение вернуться на территорию, чтобы помочь им отбиться от паразитов. Вижу его. Он умер. Борис. ПНВ. А, а почему зацелу замок? Ну, судя по всему, он забрал уже один шкаф. Я, конечно, не осуждаю его действия, потому что я бы делал то же самое, если бы встретил такую деревню. Но нашим жителям повезло. У них был я, который мог бы все исправить. На нашей территории он забрал пару шкафов, которые я спалил и застроил полностью в камень. Но на этом приколы не закончились. Оказывается, снаружи они поставили свой шкаф и сделали себе небольшой запрыг. Ну, кипикал моя школа. Я, конечно, понимал, что этот шкаф им ничего не дает, но у Алекса немного пригорел пукан. Ради него я решу избавиться от этого шкафчика. Убил. Ну да. А-а-а, так они возле маяка живут, что ли? Тоже закину просто шкаф сюда, да и все. Вот так за несколько минут я смог справиться со всеми их проблемами. Но самое главное, теперь мы знали, где живут эти паразиты. Короче, да, можно сделать здесь шкоду. Сломать корейли, сломать заборы, но... Ты хочешь им отомстить за то, что они приходили к нам постоянно и шкафы ставили? Ну как бы ж надо наказывать. Ну тогда я предлагаю прям сейчас прийти со скоростными и у них повзрывать все турели. Раз эти ребята паразитировали на нашей территории, мы решили сделать им ответный удар. Взять скоростные ракеты и полностью посносить у них все турели. Заодно мы хотели пощупать, насколько они готовы к рейду, ведь они были в онлайне. На крыше. Он умер. Давай правую турель. Ой, хорошо. На крыше опять. Спустился вниз. Все, работай, работай по турели. Убил. На самом деле, строиться возле маяка это просто огромнейшая ошибка. Отсюда вся их территория была открыта как на ладони. Так, это турель минус. Минус. Слева, левая еще турель за решеткой. Минус. И вы просто на него посмотрите. Когда он расставлял нам шкафы и бегал по нашей территории, он был куда разговорчив, чем когда мы пришли рейдить его турели. Тем более, нас здесь было не 20 человек. Нас тут было максимум четверо. У него были все шансы отдефаться. Я ему в окно прям пульнул ракетой. Ау. Я его стер. О, тут калаш лежит. Как я забрал калашу? Ка-ка. Толкай. Он умер. О, болт еще один. Сюда. Давай наверх его. К папочке. Да уж, выбраться с их территории было проще простого. Нужно было просто поставить потолок на их КППшку. Мы немного пощупали этих ребят и поняли, что скорее всего, мы сможем их прорейдить прям сейчас. У нас как раз оставалось еще немного ракет с того рейда. Да нам хватит, хилок. Поехали. Уважаемые жители деревни, отправляемся на рейд. Собираемся, одеваемся. Пару землекоприл. Да, мавой ты с нами. Аликс, это тебе. Главный житель деревни собрался. Встаем, идем рейдить. Вы что стоите АПК? Заходим и с другой стороны задней бахаем. Смотри. Вот с этой бахаем. Открываем двери нафиг. Он может на вышку подняться и с ракеты нас бахнуть, если что. Он у тебя под низом. Уплутает себя. Давай, еще ты и я пуляю, наверное. Взорвал кого-то внутри. Открывает гаражки. Давай здесь, да хуй, да хуй, да хуй, да. Ого, нафиг. Это че такое, нафиг? Отойди, взрываем дальше, они могли перенести. Вижу его, он с ракетами наверху сидит, походу. Надо его добивать. Тут видел сколько топлива. Он в ящик скидывает, походу. Может у них ракеты все-таки есть? Меня убили. Я понял, понял. Я full dead. Где он тебя убил-то? Убил одного? Там второй. Все, хорош, убили их. Ой, как же много нужно было отсюда переносить. Этот рейд был просто сплошным раем для нас, потому что здесь было огромное количество ресурсов и оружия. Граната. Взорвал его. Алекс, я его убил. Смотри. Он с ракетами. Взорвал кого-то. Слева все вскрыли. А, он здесь за верстаком стоит. Вы чего? Мы были в надежде найти у них боевые ракеты, но, к сожалению, никаких потайных комнат мы не обнаружили. Не, походу, походу тут все, ребят. А шкаф мы им воткнули прямо на самом-самом верху. И теперь у нас полностью был доступ к застройке этого домика. Я вам скажу больше. Мы даже могли открыть их кибитки. Я снял окна у них. Стой, аккуратно. Гонтрап не наши тут. Вначале мы хотели полностью застроить их дом, чтобы они больше нам не ставили шкафы. Но потом мы с Алексом сжалились. Признавайтесь, у вас были ракеты? Ха-ха, ракет не было, но я бы тебя е**нул ночью делал. А зачем вы нам шкафы ставили, признавайтесь? Ну смотри, там деревянные они были, но очень заманчиво было, дядь. Ну у вас домик тоже очень заманчиво выглядел. Мы еще вчера думали бахнуть, но сегодня вот так вот произошло. Реально? Да. Мы просто только сработали, блядь, пришли, а уже, блядь, нахуй, шкафа нахуй нет. Я только зашел, блядь, с дужки пострелять, блядь, все уже, блядь, 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 я нету. Ну, сочувствую, ребят. На самом деле мы не вас хотели сегодня рейдить, а клан на Z5. Но, блин, вы сегодня нам шкафы поставили, и вот Алекс чуть-чуть обиделся и решил вас бахнуть. Блядь, сервер вообще невезучий нас тут выносит просто постоянно. Мы сейчас в единственный раз нормально дома строим. Короче, ладно, смотри, теперь с вами. Вы не приходите к нам в шкодить, я вам открываю шкаф. Мы даже им оставили третий верстак, а за все неудобства мы у них конфисковали ресурсики, которые нам были нужны. Топливо, порох и все в этом роде. Ну, а взамен мы обрели новое знакомство. Короче, план у нас такой. Мы можем вместе формануться, как бы, и бахнуть Z5. Большой клан вон тот. Давай. Я даже пару пушек вот вам могу спокойно оставить. Застраивайтесь там, двери поставьте сюда, к вам пока никто не попадет. Юху, поехали домой, забей на них. Пешком, офиг. Давай, лети! Лети, домовой! Брат, живи! Нет, ты что сделал? Нет! Пускай грибут ластами, да? А то смотри, такси им подавай. На самом деле, с этого рейда остались все довольны. И даже те, кого мы рейдили. Ведь мы их не застроили и дали шанс присоединиться к нашему небольшому альянсу. Таким образом, паразиты стали нашими хорошими друзьями. А чтобы зарейдить, тот клан нам действительно нужно было хорошенько подготовиться. И вы не представляете, как же круто прошел этот день. Мы целый день катались в зиму, чтобы фармить серку. В какой-то момент у меня даже потихоньку начали сдавать нервы. Знали бы они, что мы едем в последний путь. Алекс, Алекс. Нет, да, я слушаю. Мы сегодня так много с тобой фармили. Так много мы с тобой фармили. Что мне хочется сделать так. Ха-ха-ха! Если вкратце, то мы хотели пронести этот домик. Но они все время были в онлайне, и это был клан. А знаете, чем отличается деревня от клана? Клановые игроки играют максимально серьезно. И стреляют они явно сильнее, чем игроки, которые живут в деревне и никуда не спешат. Скажем так, максимальные подпивковичи. Да, проще всего вот сюда будет проскочить. Подожди. Это печки? Кровати, это опенкор. Я вижу, вон гаражки снизу, слотовой. Нифига себе! Так, слышь, я прямо к ним в дом залетел, смотри. С помощью дрона я получил важную информацию о строении их дома. Территория у них была очень крепкая. И вы, наверное, знаете, чем мы занимались еще ближайшие полдня. Я люблю камушки фармить. СЕРО! СЕРО! Но даже в зиме нас развлекал Алекс. Чисто можно понял весь видос только вставлять, как Алекс разговаривает с иностранцами. Слышь, ты, хватит мне сгибать. Вы закрепляли. Вы без американцев, ты мне с тебя аж по полной программе. Я иди колбаса резать. Это реально смешно, слышишь? Они примерно так и слышат. Я иди резать колбаса, Сера, твой друг, я пошел. Ха-ха-ха-ха. Объясню шутку. Дискорд у меня не записался, но примерно так Алекс и разговаривает на английском. Я понимаю, что мой инглиш тоже не за бест, но все равно это было реально забавно. А пока у нас плавилась серка, я прорабатывал план захвата. Мы должны проникнуть к ним на территорию. Вот мы взрываем, да? Посадим туда наверх на крышу типа. Потом начинаем рейд ворот, потому что они дорогие и большие. Вот взрываем ворота, пробегаем внутрь. Потом мы взрываем с его стороны, получается, ворота. Или забор. И взрываем там несколько турелей. Через лестницы пробиваемся наверх и навострелку к ним. Ну да, звучит все максимально просто. Но в глазах Алекса было видно только слово. Пощадите. У нас появились ракеты и наконец-то все ребята были в сборе. Я раскидал всем костюмы качков и отправился отстраивать кибитку. Елки-палки, как они не вовремя это сделали? Хеллоу. Я просто хочу жить здесь. Почему ты пытаешься убить меня, мой друг? Я хороший близок. Я соло-геймер. Фак, бич. Теперь я не знаю, что мы рейд идти в бульмп. Гайз, я очень хороший близок. Верите. Я соло-геймер. На крыше одного я дефнул, один, по-моему, к тебе прыгнул. Как и не понял. На крыше никого нет, да? Пока нет. Он с дома стреляет, я его убил. Все, изи, отдефались. У меня дерево кончилось. Это печалька. На, в лицо. Еще хочешь? Давай. Теперь они точно были готовы к тому, что скоро начнется рейд. Прежде чем переносить сюда ракеты, мы решили немного с ними постреляться и понять, чего они вообще стоят. Да и тем более, не все были в сборе. Дал хит. Еще хит. Переносите все с магазинов, забираем домой, домой, уносим нафиг. Давай вообще в другую, в другую кибитку отнесем. На, выглянул в окошко. Ха-ха. Под шкафом. Ой, близко. Граната. О, ракета, ребят. Что он делает? На, еще одна. Еще одна. Да, кибитку строить в боевых условиях не так-то просто. Но как только она была достроена, мы могли перевозить сюда ракеты и приступать к рейду. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет просто жесть. О, так можно две стенки бахнуть просто и все. Что за сишка? Это я, это я, это я кинул. Это начинай. Слева, слева. Слева, враг, строкец стреляет. Я ему сейчас отведку кинул. Давай. Офигеть. Слева прям. За кустами. Понял. Справа, верхняя отведка. Я убил его. Там, если еще, не все, не переработают. Если еще, кто-то может залезть на ферму и тут контрить. Опа, опа, опа. Опа, больно я валяюсь. Бомжара бежит. Взрывал его. Один не спустился. Кинул сишку на забор, не подходите, не подходи. Забор минус. Надо контри, чтобы они не поставили забор и все. Взрываю турели. Не дайте ему выскочить с КПП. Они оффнули турели, походу. Направо ушел дальше. Еще одну взрываю турель. Я помогаю турели себе. Давай, давай, давай. Турель минус. За воротами. За воротами. Аккуратно. Есть турель справа. Справа, давай. Да, уходи. Она под КПП, понял? Под крышей. Да, да, да. Солкаешь себя, да? Да, уходи. Да, уходи. Отхиливаемся. Она, походим, минус. Сейчас ночь будет, у меня фонарика нет. Это беда. Их оборона была полностью пробита и турели уничтожены. Теперь мы могли брать боевые ракеты, чтобы выносить их в дом. Тут без фонарика вообще беда. Вам, я не знаю, на Кибе вообще есть теперь смысл без фонариков сидеть? Ракеты. Скоростная, скоростная. Я могу подострелку бахнуть и просто залезем туда спокойно. Давай, давай, рви подострел у них, опор, скорее всего, там. Аккуратно, аккуратно, дай пройти. Он в окне, Супермен, аккуратно. Бил, убил в этом бойнице. Посветите наверх, на крышу. Меня убили. Убил. Хорошо. Поднимайте, поднимайте своего, поднимайте своего. Я справа вижу. Убил справа. Подострел просто рвем и залетаем туда, потому что в отстреле будет уже проще. Острел минус. Все, мы там, где надо. Я вижу опенкор, вижу опенкор. Закрыл. Вижу, взрываю. Взорвал двоих. В опенкоре взорвал. Еще одного убил. Ракеты, 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 скибитки, ракеты, скибитки. Несите, фаста. Мы сейчас прорвем у них опенкор. Открыл дверь. Стой. Отойди, отойди, отойди. Я убил себя и там еще он был. Видео, отойдите, не подходите. Нормас, нормас, да, нашел. Горажка открыта. Дальше отойдите. Отойдите, взрываю дальше. Давай. На крышу и убей голову. Мы где кровати? Стой. Горажку взрываем. Стреляй, я следом. Стреляй туда. Я уже дал, я кодай. Я стреляю. Ты стреляй. Следом. Там гаражка прорвана, это опенкор. Дал, дал гаражку еще. Еще взрываю. В две гаражки, да ладно? Да, да, да. Бахай, бахай, бахай. Пофиг. Стрельнул туда с ракетой. Ящики, ящики, ящики. Ящики. Кто-то первый может прыгнуть, посмотреть. Давай я, давай я. Давай. Кто-то с ракетой прыгает сейчас. Все, я на месте. Заходим, заходим. У меня фонарика нет еще. Я не вижу никого. А, турель. Они куда-то полезли, непонятно куда. Идем вниз. Снизу бахаем, снизу бахаем. Взорвал типа снизу. Взорвал типа снизу. По турелями. Там турель, там турель. Ты боевыми бахаешь или нет? Да, 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 забей, да. Сейчас я перезаряжусь. Отойди. Взорвал. Еще слева, еще справа одна. Одна минус. Взорвал двоих. Двоих взорвал внутри. Молодец. Там две двери открыты. У меня фонарика нет, фонарика нет. Все, минус. Гараж? Кройте минус. Подожди, подожди, подожди. Может трейли? Нет, турель, нет. Отойди. Отойди. Не подходи. Я отошел. Я следом за тобой. Взорвал всех. Внутри взорвал всех. Нет, он жив. Тут гантрап. Стой. Шкаф, 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 шкаф. Тут куча лесов. Разбивай шкаф. Измаил, забивайся, забивайся, резами у нас, Измаил. Спальники, 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 спальники аккуратно. Надо спальники, спальники разбивать надо, ребят. Ящики на лоб. Разрывные есть. Не, 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 забей. О, тут порох, 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 порох. Забираем порох, ребят. Забираем две строки пороха, забирайте быстрее. Порох забирайте, все забирайте. Забирайте, относите сразу домой. Давай, давай выход прорубим на улицу. Выход на улицу прорубим прямой. Заходите, лутайтесь и впитывайте, убегайте. Все заходите на теру. Тера, терра открыт. Турель, 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 уйди. Гантрап. Честно говоря, я был просто в шоке с масштабов этой зарубы. Вы просто представить себе не можете. Мы продырявили им дом полностью насквозь. А некоторые их бойцы просто боялись выйти с КПП. Но для них у меня был особый подарок. Бай-бай. Бай-бай. Ха-ха-ха. Бай-бай. Сзади свои. У него тут кровать. Он тупо... Он тупо забился и не знает, что делать нафиг. Относите домой. Ребят, полутайте, пожалуйста. Надо отнести домой. Но было странно. Мы не нашли их ракеты. Хотя они у них 100% были. Я не знаю, может на крыше у них могут ракеты быть. Они могли в магазы спрятать их. Некоторые их бойцы даже не старались отдефать дом. Они просто переносили лут по всем комнатам. А че ты говорил, ты не нашел ракеты? Да. Ты нашел? Строка. Где? На магаз стоял на подъеме. Наверху? Да-да, наверх подъем. И как я и говорил, они спрятали все ракеты наверху. В магазине. Это было просто очевидно. Слушайте, у нас еще три строки ракет осталось, прикиньте. Мало того, что мы окупились по ракетам, так мы забили еще огромное количество ящиков, компонентами и различными вкусняшками. А какой же это был фановый рейд? Просто не описать словами. Офигеть, ну рейд вообще жесткий был просто. Столько лута на эффект. Мне кажется, столько у Алекса и всей деревни вместе взятой не было. Сколько сейчас появится. Обратите дверь, это моя армия. Армия города. Посмотрите на это. Мы будем поставить газ-код в них, чтобы ты можешь... Бам-бам-бам-бам! Мы... Мы... Мы не боремся. Мы рейдили... З-5. А, на... Ши-ш! Что за хр... Да уж, вы посмотрите на довольные лица ребят с деревни. Теперь у каждого был свой уникальный сетик. Ну и, конечно же, мы сделали с ними совместную фоточку. Алекс, в камеру смотри, куда ты смотришь. В моей галерее появилась новая фотография. Но это по-прежнему была незаконченная композиция. Впереди нас ждал МВК-карьер. Он работает. Да. И чтоб вы понимали, все действия на этом сервере происходили за три дня после вайпа. А это месячный сервер. Клан, который его занял, оборонял его целых три дня. И мы понимали, что брать его придется штурмом и боем. Ну тут рейд чисто понял, надо брать с собой ящик скоростных ракет. И скоростными ракетами заплевывать. Потому что, ну, вариков нет других. Не, на самом деле, я думаю, мы сможем их вывести. Просто нам ящик скоростных ракет нужен. Пока ребята все были в сборе, мы могли провернуть эту авантюру. Но для этого нужно было постоять немного на крафте. А сейчас я вам покажу самую долгую жизнь боевого вертолета. Все. Минус. Вертолетик только вылетел. И спустя 20 секунд он лежал у нас уже на территории. Но вы понимаете, какие жесткие мы бойцы? Не так ли? Во-первых, рассвет. Во-вторых, надо собираться. Алекс, ты готов? Да. Ты взял с собой все, что надо? Я беру на строительство. Все, ты берешь... А, стоп, надо ракеты еще взять. Кто есть флор... Ну, свободный инвентарь? Я. Я, я, я. Я. Шаман. Смотри, бери металл... Бери ракеты, короче. Ракеты? Все ракеты, которые у нас есть, мы все потратим. Ох, как же мы долго готовились к этому. Мы часто пробегали возле этого карьера и фармили там серку. И я в глубине души понимал, что это невозможно будет сделать. Но всегда хотелось. И вот, четвертый день сложнейшего выживания. Мы собрались и отправляемся в путь. Операция «Морские котики» просто. Едут на рейд МВК карьера. Вперед, бойцы! Блин, здесь это вообще жестко и эпично выглядит. Нафиг. Я думаю, у тебя еще не было водного контента там, где в четыре лодки катался. Как мы и думали, эти ребята будут стоять на стороже до последнего. Но у нас не было выбора. Мы собирались полностью захватить их карьер. Открывать надо поставить. Дерево нужно. Есть дерево у кого? Контрите, ребят, просто контрите. Сейчас на вышку залезают. Двуху выдал, двуху подойдет. С вышки справа работают. Меня убили слева. Слева убили. Я ему двуху выдал. Надо ближе подходить и оттуда работают по тарелям. Он в железке. Пойдем взорвем забор и просто будем под забором у них пайтиться. Ворота и стенку. Две ракеты сейчас достреляем, не подходите. Достреливайте, 5 хп у нее. И ворота, и то достреливайте. Минус? Да. Снизу тихо. Там где дырка. Тут снизу чел. На коптере. Тут где дырка, контрите дырку. Я стреляю в дальнюю турель. Был вышку, вышку убил. Стреляю в дальнюю турель. Стреляй под дальние турели. Разбиваем. Там снизу убили. Вышка, враг. Не подходите близко к дырке. Сломали бомбу. Да, одна есть. Работаем дальше. Не подходи близко, там турели везде. Работаем дальше. Стрельни, стрельни Скоростной ракетой, скоростной бакой МВК лежит на полу, МВК на полу лежит Хоть мы и получили то, что мы изначально планировали забрать Но мы решили прорейдить их карьер полностью И взорвать абсолютно все турели Я знаю, я стреляю По турелям стреляй и вниз прыгивай Или тут можно так Стреляю в турели Все, разбиваем турели, которые там есть У меня базука сломается скоро Вот эти ближние бахаем наши, справа Все, моя базука На крыше Ракеты принести Бежи его У меня базука сломалась Тут что, враг в упоре А он не умирает от скоростных, что за бред? Убил Да, бахаем турели и все Они сейчас слева придут, ребят Будьте готовы Не смотрите в одну точку Смотрите слева Они сейчас придут с дома Там слева турели, аккуратно Подними, подними, поднимай Поднимаю Та турель минус Надо вот этот турель еще дальше разбивать Постепенно сейчас все разобьем У тебя ракетница упала Вниз походу Вижу Взорвал Хорошо Хиллок принесите, ребят Пожалуйста У тебя нету хп, на Слева турель Слева турель, супермен Не прыгай Взрываем левую турель Она мешает Она на доме На доме На доме Выходишь слева на доме Второй этаж Вижу На минус Слева пробили Дальние вон те разбиваем Тут есть еще что-то? Есть ящик Разрывные есть немного Появился Нас закрыли, чуваки Вы что? Хорош Относите, относите домой Относите Давайте Базуку нашел Базуку новую Нашел у него в доме Две базуки есть И вы не думайте Что на турелях мы остановились Мы решили пробахать у них Каждый шкаф И забрать этот карьер Полностью себе Тем самым Одержав безоговорочную победу Нашел шкаф Тут ящики Электрику нашел Отойди Звуки просто такого явно не ожидали Сыж Сыж Это самая страшная ночная смена В их жизни была Нафиг Завтра зайдут Сыж А где карьер Нафиг Они такой Да тут 20 человек пришли Нафиг Обчистили Короче говоря Их шкафы отлетели Один за другим И мы полностью забрали Его себе Теперь МВК карьер Был под контролем Нашей деревни Теперь нас действительно Можно было назвать МВК магнатами Вы посмотрите Сколько МВК Мы у них забрали На самом деле Никто из нас Не веял В такой исход событий Мы думали Что это будет невозможно Ох А как расстроились Прежние владельцы МВК карьера Что начали написывать Все время в чат Собрав абсолютно Все ресурсы С этой кибитки Мы отправляемся домой Дело было сделано МВК карьер Был полностью отремонтирован Вот теперь Я точно доволен Все Все что только было можно Слушай Алекс У тебя есть Скоростные ракеты? Алекс Бойвое Одно Бери в руки Били в руки Вообще Кого то Жахнем Подлетаем И просто В упор Фигач Давай Передних Передних Последняя глава. Незаконченная дельца. У меня действительно осталось последнее дело, которое я не выполнил. И сейчас я вам о нем расскажу. Помните, я рассказывал то, что добро всегда возвращается? Так вот, я знал, что тот парень, который мне помог изначально и подарил мне бензопилу с ресурсами, до сих пор играет на этом сервере. И я вам больше скажу, он выживал в том же самом домике. И тогда я собрал ненужные ресурсы и решил сделать ему небольшой подарок. Он был соло игрок, и поэтому я уверен был, что ему это очень сильно пригодится. Итак, и я говорю, когда я начну. Вы спасли мою жизнь, вы не убили меня. И сегодня я вам хочу дать вам подарок. Ты лучший игрок в мире. Пойдем, брат. Пойдем, брат. Пойдем, брат. Пойдем, брат. Черт! Господи, что происходит, брат? Что происходит, или комнатной и горы в монсах? Это только для тебя, брат. Хорошо, у меня не самое главное для тебя, брат. Ты нужна взять этот раз. Этот раз Пойдем, папа-ди. Лай, брат! я искренне надеюсь что вам этот ролик понравился ведь я в него вложил очень много сил да и помимо меня постарались абсолютно все огромное спасибо хотел бы сказать летми алексу шаману не токсику клану rrq и конечно же клану px1 этот вайп у меня в памяти останется пожалуй надолго ну и если ты тоже поддерживаешь добро то поставь пожалуйста лайк и помоги продвинуть это видео и тогда новая история не заставит себя долго ждать эта история о том как одна случайная встреча может изменить твою жизнь всем отлично а я ты и и и и и и и и